Иркутская область По месту нахождения должен подать заявление на портале Его примут до 23.59 по московскому времени 11 марта Отдать голос за своего кандидата можно будет с 15 по 17 марта Отдать голос за благоустройство своего города Это можно будет сделать с 15 по 17 марта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Президентского у нас проекта «Жилье и городская среда» В дни очного голосования в Иркутской области будет работать более 500 специальных пунктов Их откроют в городах с населением более 20 тысяч человек Также в Байкальске, Марковском муниципальном образовании и Хомутовском сельском поселении Адреса пунктов голосования можно найти на сайте национальнепроекты.рф Информацию о межмуниципальных маршрутах, остановочных пунктах, расписании движения автобусов и перевозчики Все это можно будет узнать через специальную систему Ее сейчас создают в Приангаре Действовать она начнет к концу года Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов Датчики глобальной навигационной спутниковой системы обязательно должны быть в межмуниципальных автобусах Поэтому подключение к региональной системе не повлечет дополнительных расходов перевозчиков Масленичная неделя стартовала сегодня В Иркутской области народные гуляния будут идти с 11 по 17 марта Например, Иркутский областной краеведческий музей приглашает на интерактивное мероприятие «Широкая масленица» и представление, как на масляной неделе Любителям сладкого предлагают испечь блины в ремесленном подворье 16 марта В усадьбе Волконских тоже будет сытно и активно 17 марта там будет настоящая битва – поедание блинов на скорость А еще проведут конкурс гиревиков и предложат посетителям покататься верхом В селе Анга Качевского района подготовили специальную программу для детей А самые массовые гуляния для всей семьи пройдут в музее Тальцы Минифутбольный Ирайра второй год подряд становится чемпионом зоны «Восток» регулярного турнира высшей лиги В очередном домашнем туре летчики принимали на своем паркете дубль Норильского Никеля из Красноярского края И идущую на втором месте команду спортивная школа имени Константина Еременко из Нового Уренгоя Оба матча хозяева начали неуверенно, упустив много моментов При этом из-за частых остановок первые таймы длились около часа А вот вторые игровые отрезки прошли под диктовку иркутского клуба В итоге 10-4 победа над Норникелем и 7-2 над спортшколой имени Еременко Уверенное чемпионство на Востоке Впереди у авиаторов игры плей-офф с лучшими командами западной зоны Сейчас готовимся, у нас еще один тур и потом начинается стадия плей-офф Плей-офф это совсем другой турнир уже, там любой соперник может преподнести какую-нибудь сенсацию Я даже называю эту площадку Ираэрариум Есть же у вас, как называется, нерпариум, да, нерпы где? Так вот здесь вот тоже как представление, знаете, для иркутских жителей, для болельщиков То есть свое такое закрытое помещение, где вот такие же, как байкальские нерпы делают представление И поэтому, а болельщик понимает, он заслужил уже настоящий Поэтому хотелось бы, чтобы появилась хорошая площадка у вас В год семьи в России стартовал большой проект всей семьей В нем уже участвуют десятки тысяч семей по всей стране Присоединяйтесь и вы Выполняйте простые задания всей семьей Выкладывайте общее фото в соцсетях с хэштегом «Всей семьей» Участвуйте в розыгрышах призов Главный приз – 100 семейных путешествий Регистрируйтесь в проекте Переходите на сайт по QR-коду Выполняйте задания и получайте призы Главное – всей семьей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин